Дорого, отправьте на почту, прям все, слим всю информацию, всю. Дальше, автоматизация. А можно вернуть на секунду? Нет, нет времени, правда, серьезно. Я вам скину ее в личку, напишите мне в инстаграм. Автоматизация. Значит, что по поводу автоматизации, когда мы делаем с нуля? Что такое автоматизация? Увеличение эффективности за счет автоматизации бизнес-процесса в отделе продаж. Вот мы должны сначала с вами сесть и понять, а что мы можем автоматизировать. Несколько примеров для того, что вы уже можете автоматизировать. Но, опять же, это пример вам виднее, потому что вы в своей специфической специфике работаете. Учет клиентов, звонки, смс-ки, соцсети, почта, выставление счетов, подтверждение счетов, постановка задач, контроль разговоров менеджеров, сбор статистики, подсчет конверсии, распределение лидов, и все, пошло, пошло, поехали. Статистики, отчеты, регламенты. Все. Вот вы должны присесть, выписать, выписать, выписать. Второй шаг разобраться. За счет чего? Больше ресурсов, ну, не так, три года назад с этим были проблемы. Вот правда. Я еще работал менеджером по продажам, руководителем отдела продаж. Я помню, то есть это было очень дорого, очень дорого. Не все собственники на это шли, менеджеры вообще не понимали. Я проработал очень много лет менеджером по продажам, когда я видел свою первую CRM, она мне не понравилась. Она мне мешала. А потом, любовь. Ну, серьезно, любовь. Я даже, когда бюро открывало свой первый бизнес, я купил первого менеджера по продажам, это была CRM-система. Мы с ней провели вместе, четыре месяца. Ну, с ума сойти. Потом я еще был менеджером ее передать. Другому, сейчас она с другими. Самая распространенная ABBA CRM, Zoha CRM BX24. Те, кто подумал руки, что нет CRM-систем, прошу вас, внедрите. Серьезно, там есть все. То есть внутри этих платформ есть все, что вы решите. И подрядчиков очень много. И это делают очень классно, недорого. Это увеличивает продажи. Об этом тоже могу долго говорить, но, к сожалению. Тоже добавлю, система приличная, автоматизация приличная. Когда вы пытаетесь строить сделок продаж, и все автоматизировать, не получается. Это долго, это скучно, это нудно. И в итоге слив. Десять минут, спасибо. Менеджмент. Есть у нас четыре точки менеджмента. То есть классического менеджмента. Этим мы и завершаем создание сделок продаж. Управление. Четыре самых, я надеюсь, что вы их знаете, но повторюсь. Это, кстати, чек-лист для вашего руководителя сделок продаж. Планирование, контроль, управление и мотивация. На собеседовании вы спрашиваете только вот это. Не надо про опыт спрашивать. Не надо. Говорить-то ему нишу. Как ты будешь планировать? Как ты будешь управлять? Как ты будешь контролировать? Чем ты будешь мотивировать? Сиди, расскажи мне. Как есть человек, не понимает. Он говорит, где я? У меня просто я буду отталкиваться от опыта. И вот это. То есть это не то. Он должен счетно конкретно ответить. Что планировать он будет? План по продажам. Планерки. Прописание плана адаптации. Структура дела продаж. То есть мы планируем. Планируем работу. На самом деле тут очень много. Да, еще можно добавлять, добавлять, добавлять. Но самое банальное. Контроль. Отчеты, статистика, CRM, телефония. Обязательно прослушка разговоров. Мы интегрируем CRM. Это не очень, там очень недорого. И очень все просто и легко. Но должно быть точки контроля. Управление. Должен быть руководитель. Философия ценностей. Функциональная матрица. Долженство инструкции. Корпоративная культура. Как ни пути. Какой бы продукт ни был. И мотивация. Прописанный карьерным лифтом. Когда быстро. Когда он видит, что быстро могу вырасти. Быстро могу вырасти. Сегодня, слава богу, современные компании это позволяют. Материальная мотивация и нематериальная мотивация. Резюмируем. Для того, чтобы выставить отдел продаж с нуля, вы должны сделать аудит существующей системы. Какой бы ни был результат. Формирование системы и команды. Сначала система. Потом найм, адаптация людей. Соберем команду. Скрипты продаж. Тут же. Раз. Набьют адаптацию. Чтобы ваши менеджеры превращали всех рядов в деньги. Автоматизация. Смотрим аккуратненько. Что мы можем автоматизировать и потом доделать. И менеджмент. Управление всей этой структурой. Подарок хотите? Да. Презентация. А, презентацию я вам вышлю. Куча шаблонов и час со мной консультации. Да? Разбор хотите? Да. Вот мой телефон. Пишите сюда свое имя. Сейчас прям сейчас и вытянем вас, победителя. Просто смс-ку отправляйте. Просто смс-ку. Со своего телефона пишите Аня. Егор. Вы мне присылаете сообщение. Потом я кого-то из зала выбираю. Вы называете цифру. И я прям этого человека, этому человеку отправил плюсик. И он такой счастливый. Чего? Просто пишите свое имя. Андрей, у нас очень важный вопрос. Я просто не могу тебе его не прочитать. Девушка Анастасия спрашивает, женат ли Андрей? Женат. Она только что услала. Женат. Я не загрузил вас. Все хорошо. Нормально? Все, перестаньте. Все. Все. Артем, кто-то так базу собирал? Я не буду вам звонить. Не переживайте. Зря. Зря. Да я знаю. Все, все, все. Реально. Кладно. Вау. И мой отдел продаж. И маркетологи. Вау. Ладно, все. Действительно. Цифра до 20. Кто-нибудь... Кто-нибудь чихал? Будьте здоровы. Скажите циферку. 18. Сейчас, секунду. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь. Перестаньте. Я ее здесь. Единадцать. Ну, 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 восемнадцать. Ну, ну, восемнадцать. Стоп. Восемнадцать. Сейчас я ставлю Плюсик, а вы мне говорите... Кому пришлось сообщение? Плюсик, я отправил Плюсик имени. Ирина ушла, что ли? Вы, да? Плюсик есть? Поздравляйтесь. Дружить будем. Классно будем вообще. Поглавляйтесь. Сережа. Приходите. Там никаких чеклестов. Куча чеклестов. Сережа. Медиокасты, аудиокасты. Будете знать все про меня, про депродажи. Последняя моя фраза. Когда продавец и крен снова стали людьми, происходит продажа. Я занимаюсь продажей, потому что я очень сильно люблю то дело, которое я просто живую. То есть я понял в какой-то момент, что продажа это прямо мое. Вот все навыки, они такие раз, и они превращаются в ремесло. Очень люблю это слово. Ремесло. И продажа это ремесло. Если вы думаете, что кто-то рождается продажниками, это глупо, вы глубоко ошибаетесь. Если вы думаете, что вы создадите систему и все попрет, глубоко ошибаетесь. Если вы думаете, что ваша новая сервисистема повысит ваши конверсии, вы глубоко ошибаетесь. Если вы думаете просто цифрами, стандартами и всем остальным, вы глубоко ошибаетесь, что получите из этого результат. Я очень сильно убежден, что менеджер по продажам должен мироощущать себя продавцом, который продает экологично, который продает тот продукт, который он знает и любит свою работу. Поэтому, когда продавец и клиент снова стали людьми, происходит продажа. Я знаю и уверен, что вы это чувствовали с вашими постоянными клиентами. Им не надо продавать. Они просто набирали и говорят, давай. Было дело. С вами был Андрей Групкин. Всех благ. Спасибо большое, Андрей. И по совету Андрея я проведу диалог. Я спрошу, кто выставил фотографию в Инстаграм с хэштегом salesconf19? Есть диалог. Молодцы. Кто еще не заполнен квест-карты? Кто-то и не составил фотографию в Инстаграм с хэштегом. Кто massepeł. Кто-то что-то яgregал использовать та represей. Кто-то.